Всем еще раз доброго утра! Здравствуйте! Олег Пек, Александр Шунин проводит с вами Утро на Болтконе. Я хочу стать этим антивакцинщиком. Я смотрю вот у нас на сайте на Микс Ньюси. Антивакцером? Да, пишут, что будут заманивать вакцинироваться за айфон. То есть получается, что кто-то выстаивал там суточные очереди, чтобы привиться, а кому-то еще будут айфон и на дом еще присылать доктора с медсестричкой, чтобы сделать вакцинацию. С медсестричкой? Еще, может быть, да. Хорошо, я тоже в деле. Пришлите мне медсестричку. Вот о несправедливости, которая творится вокруг, наверное, мы сейчас поговорим. И, кстати, она тоже связана с ковидом. Безусловно. Видимо, по той же самой причине у меня что-то случилось с компьютером. Да, но я просто объясню, что руководители и владельцы салонов красоты Латвии сейчас возмущены тем, что ограничения, которые введены, как раз касаются именно отрасли красоты, почему-то вот как-то несправедливо не работают в других сферах. То есть почему-то считают, что именно вот салон красоты – это самое опасное место, где можно заразиться. А вот тут придумываются все новые и новые запреты. И действительно такие запреты иногда кажутся абсурдными, потому что врачи, там, стоматологи, да господи, люди в общественном транспорте в час пик находятся гораздо в более близком и тесном контакте, чем посетители вот салонов красоты. Ну, а получается, что отрасль оказывается в невыгодном положении, во всевозможные эти ограничения, они, ну, и не дают развернуться и принимать желаемое количество клиентов. Ну и много другого, о чем мы сейчас и поговорим с главным редактором портала «Индустрии красоты» и «Бьюти» ЛВ и журнала «Хэрон Бьюти» профессионали, Анжела Лужнова с нами на прямой связи. Здравствуйте. Доброе утро, Анжела. Доброе утро, дорогие слушатели. Да, ваше утро, Саля, обратилась к руководству Латвии с открытым письмом. Скажите, пожалуйста, почему именно сейчас? Потому что, ну, даже в нашем эфире мы говорили с коллегами вашими об этом и не раз, уже пару месяцев назад, о тех несправедливостях, которые касались вашей сферы. Да, мы, в данном случае я представляю именно мнение руководителей салонов, но в то же время очень печальная ситуация вообще во всей отрасли. Не знаю почему, но уже с самого начала именно наша отрасль почему-то была признана одна из самых опасных для заражений, потому что... И мы не понимаем, почему... А есть статистика, я не знаю, там сколько заразилось там? Статистики вообще нету, невзирая на то, что господин Перевозчиков упоминал, что вот есть заболевшие парикмахеры или клиенты, но никаких достоверных данных он предоставить на запрос министра не мог. Честно говоря, это странная ситуация, учитывая, что салоны были закрыты все это время. Откуда взяться зараженным? Да, именно тогда, когда салоны были закрыты, почему-то говорилось о том, что именно салонов заболевают. Это только две причины. Либо данные непонятно откуда взяты, либо это черный рынок, и проследить заболеваемость в черном рынке, ну, просто невозможно. А к слову сказать, да, есть... Да-да-да, вот объемы. Есть какие-то данные о том, сколько, ну, не знаю, там парикмахеров, процентуально можно ли оценить, все-таки рисковали и принимали клиентов где-то на дому или как ярчайшие представители в лесу? Вот помните эту показательную акцию? Да, это были показательные акции. Спасибо им за это, потому что это помогло привлечь. И, наверное, тогда, в марте, открыли, разрешили работать парикмахером, маникюром и подологом. Но никаких данных нет. Понятно, что их никто не будет собирать. Но вы сами понимаете, что если спрос есть, спрос огромный. 7 месяцев нельзя проводить косметические процедуры, в салонах красоты. 7 месяцев. Ни одна нормальная женщина не может 7 месяцев без ваксинга, без обыкновенной массажа лица, без профессиональной консультации. Но надо не забывать о том, что есть очень много клиентов, которые это необходимо просто по эстетической и какой-то врачебной. Но в то же время тот же самый специалист-косметолог мог принимать клиентов в поликлинике или в каком-то врачебном учреждении, которое имеет статус врачебный. Это прямая дискриминация профессии. Косметолог учится очень долго, чтобы получить профессию косметолога, надо учиться 2, а то 4 года, иметь статус врачебной персоны, проходить постоянно аккредитацию, аккредитацию, переаккредитацию, учиться. И при этом ты не можешь работать в своей частной практике. Почему салоны возмущены? Потому что ввели, мы очень долго ждали. Мы все надеялись, что разрешат нормально, хоть по чуть-чуть выходить из этой ситуации. Но за 3 дня до принятия решения вдруг появилось... То есть, по идее, нам все еще нельзя работать, большинству части специалистов. Но появилась приписка, что могут осуществлять индивидуальные услуги только привитые или переболевшие специалисты. Это возмущение по этому пункту. Нет пределов. И причем к специалистам, осуществляющим индивидуальные услуги, причисляются не только косметики, косметологи, кто осуществляет саму услугу, но и администраторы. Так нам разъясняет в СВП-инспекции, что администраторы – это оказатель услуг. И понятно, что салон красоты как таковой в данном условиях просто не может существовать. То есть, получается... Нам говорят, работайте, а в то же время как бизнес – это просто невозможно. Я понимаю, ведь проблема в том, что даже если вдруг захочет администратор привиться, и получается, что ему нужно будет сначала одну получить вакцину, потом вторую вакцину, потом, ну, если так, определенную вакцину еще выждать несколько недель после, и это в результате все равно парализованная работа. Парамесяц. Да, и это не было предупреждено заранее. То есть, это вот свалилось вдруг, да? Да, это свалилось вдруг, не было такого мнения, даже если бы, ну, как бы хотелось в кулуарах хотя бы такое мнение, что нет только вакцинированным. Я не скажу, что мы против вакцинации. Мы поддерживаем все меры предосторожности. Как раз в индустрии красоты введены очень строгие меры, и все очень тщательно их соблюдают. Но вот это вот непонимание наших проблем и какие-то непонятные, совершенно нелогичные требования именно к нам применяются, мы считаем, это прямая дискриминация и урон просто всему бизнесу. У нас есть звонок, вот очень долго прозванивается человек. Здравствуйте, доброе утро, пожалуйста. Я вот что-то не понимаю. Ведь стоматолог, он лезет ко мне в рот. Он дает мне примерить протест. Туда-сюда и руками бери. Чем они лучше, чем косметологи? Косметолог-то мне в рот не залезет. Непонятная какая-то история. Спасибо. Спасибо за мнение. Ну вот, чувствуете поддержку? Да, спасибо большое за звонок. Мы как раз об этом и говорим, что ни одно врачебное заведение не прекращало работать. Стоматологи всегда работают. У них нет ни 20 минут перерыва, ни проветривания. Они могут сидеть рот в рот. Запись постоянная. В салоне красоты перерыв между каждого клиента 20 минут. Проветривание 15 минут. Нельзя обслуживать мужа с женой одновременно. Причем уже сейчас, при послаблении всех требований, нельзя клиенту в стакане дать попить воды. Ни в коем случае. Клиенту надо выбегать, покупать бутылочку и нести с собой. Представляете? Ну, это идиотизм. Прямо скажем, идиотизм. Хотя клиент лежит на расстоянии роста человека. Просто возмутительно. Скажите, пожалуйста, Анжела, как можно оценить потери в отрасли? Потери просто колоссальны. Мы видим обанкротившиеся салоны сплошь и рядом. Я постоянно на связи с руководителями больших салонов. У них, если работало 20 человек в салоне, то сейчас работает 5-7. Вы представляете, это для бизнеса просто убийственно. Заплатить все текущие коммунальные и другие платежи со слезами. В принципе, очень многие вкладывают свои деньги в бизнес. Когда 1 марта открывались еще салоны, нам же ввели очень строгие требования к оборудованию салонов. Надо было строить стенки, заграждения, перепланировать салон. В это было вложено очень много средств руководителями. И поддержку от государства, в принципе, салоны видят. Да, очень многие получили. Спасибо за это, что было. Но на самом деле многие не получили. И вот сейчас идут данные о том, что не выплачиваются компенсации зарплаты тем мастерам, которые были ограничены в работе. Потому что вы понимаете, что при требованиях к площади очень многие мастера работали, но не то, что в полсмены, а в треть смены. И Валстеневым ДНС-то отказывает в зарплатах. Говорят, что вы же могли работать компенсацией на зарплаты. Руководители салона сейчас, в принципе, выбирают, оставить им вообще этот бизнес или продолжать как-то там выживать. Это очень печально. Но, слушайте, ведь в чем выражается именно к отрасли красоты такие строгие требования? Они каким-то образом объясняются? Или это какая-то просто, условно говоря, глупость? Или это злонамеренная какая-то попытка уничтожить данную отрасль? Сложно себе представить злонамеренность. Ходите все такие немытые, нечесанные. Ну, непонятно. Наверное, у наших правящих нет жены, или они никак не влияют. Потому что понятно, что в салонах ходит большинство, ну, очень много женщин. Ну, не в этом дело. Чтобы говорить и утверждать, что это злонамерение, мы, конечно, никак не можем. Это должно быть четкое подтверждение. Но непонимание явно видно. Непонимание отрасли, непонимание специфики, непонимание, что такое вообще с Кайстом Копшина, что такие услуги. Мне очень понравилось, что Марик Гендерта, например, пригласила нашего министра Паулица в гости с тем, чтобы прочитать ему лекцию, что такое косметологов, какие услуги он ведет. Потому что принимающие решения вообще не в курсе, как это происходит. Они почему-то думают, что это какие-то грязные, необразованные люди, которые что-то делают по прихоти клиентов. Но это далеко не так. Мы живем в цивилизованном мире. Это настоящая индустрия с настоящими ответственными и профессионалами, художниками. И не забывайте, что они все творцы по своей природе, часть этих специалистов. Посмотрите, запрещены услуги соляриев. Хотя вот это самое интересное, что во время... Между прочим, это еще интереснее. Я вчера получил смс-ку, ну, рассылка от сети соляриев, клиентом у которых нет-нет, да иногда являлся, о возобновлении работы. Самое ёхай да время возобновлять работу соляриев. Ну да. Вот тоже грань идиотизма, что в самое солнце, когда все могут поехать на пляж, заработали солярии. Спасибо кому сказать. Но вы вспомните, что им было запрещено работать с декабря месяца солярия? Нет, очень хорошо, что наконец-то они возобновляют свою деятельность. Это можно только приветствовать. Люди начинают работать. Даже не то, что я могу лечь там и загореть, мне будет хорошо и красивее я стану, а то, что люди начинают работать. Это позитивно. Но вот это совпадение, которое... Самая солнечная погода. Это понятно. Но ведь с другой стороны, ведь в солярии, большинство соляриев-то работает по принципу, что там практически нет контакта. То есть человек заходит в кабинку, затем выходит, просто расплачивается и уходит. Ну и постоянно всё, в общем-то, обеззараживается. Кроме того, что сами лампы. Да. Я хочу ещё акцентировать на то, что, в принципе, введена обязательно вакцинация. И это явно прописано в министре кабинок. Где введена обязательно вакцинация кого? Я прошу прощения. По правилам специалиста. Специалист не имеет права оказывать услуги, если он до сих пор не вакцинирован или не переболел болезнью. С 1 июня это относится к тем мастерам, которые не имели права работать до 1 июня. То есть, знаете, что все косметологи, вышившие на работу сегодня, это привитые специалисты. И с 1 сентября это правило вводится уже для всех специалистов индустрии красоты. Понимаете, это обязательно вакцинация. Как мы на это должны реагировать? Я напомню, что мы беседуем с Анжелой Лужновой, главным редактором портала индустрии красоты Beauty LV, журнала Heron Beauty Professional. Скажите, пожалуйста, вот ваше открытое письмо, адресованное властям, в котором перечислено много, в общем-то, правильных почему. Но не могу не задать вопрос. На какую реакцию, во-первых, вы рассчитываете и когда? И что будет, если вы не получите ожидаемой реакции? Конечно, хотелось бы услышать какую-то реакцию, но судя по опыту, как мы боролись все это время, реакция была очень маленькая. Мы в первую очередь, конечно, хотим прокричать нашу боль обществу и как-то возмутиться. Потому что, если мы будем молчать, никто не будет знать, что у нас обязательно вакцинация оказывается. Мы бы хотели, конечно, дождаться хоть каких-то разнесений. Сейчас готовятся соответствующие бумаги, чтобы это наше письмо сделать с юридической точки зрения правильно, с ссылками на международные права и подать уже с юридической, с помощью юриста в определенные инстанции, чтобы уже нашей претензией был какой-то вес, а не просто 33. Почему? Останавливаться мы пока не собираемся. Я очень рада, что отрасль объединилась и готова бороться за свои права, за ущемление. И хотелось бы, конечно, видеть хоть какие-то ответы. Я буду рада. Разослано это максимально большому количеству наших ответственных персон и министерств. Получены ответы, что наше письмо получено, канцелярии. Это будем ждать. — В течение 30 дней, в общем-то, по закону. У нас есть звонок прямого эфира. Доброе утро. — Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. — Говорите, пожалуйста. — Говорите. — Так. Было только эхо. — Говорите, говорите. — Говорим, значит, сами. Звонки как там у нас? — Да, 672012, 93,9. Пока нет звонков, но есть все равно вопросы. Все-таки, насколько мы видим, что отрасли нанесен значительный урон, ущерб. Насколько вы видите перспективу? Что возможно в будущем? То есть это будет сокращение количества, подорожание услуг? Какие могут быть? — Какие последствия? — Ну, подорожание, наверное, вряд ли, потому что мы все понимаем, что клиент не способен выдержать повышение услуг. Самое печальное, другое самое печальное, что развивается черный рынок. То есть специалисты уходят вообще в подполе, и это явно прослеживается, это видно, и мы не видим каких-то громких дел по этому делу. Полиция заходит только в открытые двери, это в салоны, причем проверки ходят постоянно, и по многим практически каждый салон уже имел в счастье визита. А в дом никому никто не приходит, не приходят с закрытой двери в каких-то комнатушках, в каких-то бюро. И я думаю, что уже ни один из вас воспользовался именно такой услугой за эти семь месяцев закрытой индустрии. Поэтому не надо скрывать того, что существует черный рынок, он большой, и в первую очередь от этого терпят именно те, кто старается работать по правилам. Сейчас я уже получаю множество звонков из специалистов, они говорят, что если ведут обязательную вакцинацию, то они просто уйдут из профессии, потому что они не готовы вакцинироваться. И не собираются это делать. Поэтому выход из ситуации я пока не вижу. Самое ужасное, что почему-то только в Латвии проводится такой эксперимент, ни в Литве, ни в Эстонии ничего подобного нет. И мы не понимаем, мы действительно хотим получить ответы, почему именно у нас, почему именно к нам. Ну, потому что это эксперимент, наверное, в вашем вопросе заключается, к сожалению, ответ. Огромное спасибо Анжеле Лужновой, главному редактору портала индустрии красоты e-beauty.lv. Мы говорили об открытом письме, с которым к правительству Латвии, президенту и Сейму обратились руководители и владельцы салонов красоты. Насчитывается 33 вопроса почему, почему сложилась такая ситуация. Ситуация действительно парадоксальная. Строго регламентируя сферу, в общем-то, загоняют ее в серую и даже черную зону. И как раз-таки мы имеем дело с оказанием услуг именно где-то на дому, в антисанитарийных возможно условиях. В борьбе за хорошее получается все хуже и хуже. Очень надеемся, конечно, что ответы будут даны хотя бы на часть этих вопросов. Желаем удачи в борьбе, так же, как и желаем всем нам быть красивыми, ухоженными и здоровыми, несмотря ни на какие запреты. Анжела, еще раз огромное спасибо. Спасибо. Успеха. Остаемся на связи. И остаемся на связи, уважаемые слушатели. Я хотела добавить, что мы ни в коем случае не хотим бороться. Мы хотим сотрудничать, но нам не дают выхода. У нас не спрашивают вообще никак. Хорошо. Желаем, чтобы сотрудничество было успешным. Да, мы продолжаем утро на балконе. Через несколько минут возвращаемся с еще одним гостем. Поговорим, опять же, о красивом. Музеи возобновляют свою работу. Так вот, о новинках Национального художественного музея, новые выставки через несколько минут. Здравствуйте. В студии Александр Плющев и в эфире информационная программа «Хамать Софьи Сапеги» получила первые письма от дочери. Мосгорсуд рассматривает дело о признании экстремистской организации фонда борьбы с коррупцией, который уже признан иноагентом. Российские банкиры выступили против поправок к закону о контроле за переводами денег из-за рубежа. Вы слушаете информационную программу «Эхо». Семья задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги опубликовала ее первые письма из СИЗО. Между тем, по словам ее матери, российский консул навестил девушку всего один раз. О содержании писем и отсутствии дипломатической поддержки Алексей Нарышкин. Оба письма, опубликованные русской службой BBC, были написаны матери Сапеги спустя неделю после приземления в Минске самолета Ryanair, которым Софья и ее друг, бывший главред телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич, возвращались из Афин в Вильнюс. Девушка признается, что единственный страх, который ее терзает, это страх отстать. Вместо сдачи диссертации, запланированной на начало июня, праздника и любви, холодного шампанского, у нее каша с утра, тренировка и чай с печеньем на ужин. В изоляторе Сапега много читает и пишет дневник, на который раньше не охватало времени. Задержанная уже две недели не видела себя в зеркало, а время из-за отсутствия часов вынуждена определять по колокольному звону. При этом не теряет оптимизма. Признается, что повышенное внимание к ее персоне ей даже немного льстит. Мать Сапеги, Анна Дудич, сказала «Новой газете», что за две недели российский консул навестил арестантку всего один раз. При этом в МИД говорили ранее, что получили разрешение на многократное посещение. Доступ адвоката к ней также ограничен. Сапегу подозревают в организации беспорядков, нарушении общественного порядка и разжигании социальной вражды. Государственное телевидение Беларуси ранее публиковало кадры, где россиянка признается, что вела телеграм-канал, который публиковал личные данные силовиков и чиновников. Мосгорсуд сегодня рассмотрит дело о признании экстремистской организации фонда борьбы с коррупцией. Сейчас ФБК признан российскими властями иноагентом. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов ранее сказал в эфире «Эхо», что власти всеми способами пытаются вычислить инакомыслящих в России и лишить их гражданских свобод. Государство отказалось от того, что оно является государством и властью для всех граждан. Есть определенные категории граждан, с которыми разговоры прекращены. Они будут являться экстремистами, террористами, колумбайнистами. Они будут объявляться нежелательными организациями, иностранными агентами. Придумано приблизительно семь различных категорий, которые ограничат человека в правах. Последние из них, ряду СМИ уже пришли уведомления, что они должны встать на учет в Роскомнадзоре и передавать в органы правопорядка базы данных своих читателей, которые участвуют, например, в обсуждении материалов на сайте. Конечно, это будет нарастать. По этой причине, по словам Дмитрия Муратова, сайт «Новая газета» заранее закрыт для пользователей обсуждение материалов, чтобы не подставлять собственных читателей. Российские банкиры возражают против поправок к закону, которыми предусматривается контроль за переводами денег из-за рубежа. Две организации, объединяющие игроков банковского рынка, направили письма одному из авторов инициативы к главе Думского комитета по безопасности Василию Пискареву. По мнению банкиров, такой контроль трудно реализуем и очень дорог. Тем временем, принятие поправок в третьем окончательном чтении намечено на сегодня. Подробнее о законопроекте Константин Таранов. Согласно законопроекту, банки получат информацию о всех людях, которые перечисляют пожертвования на деятельность НКО. Сведения, о которых идет речь, включают в себя полные имена и адреса переводивших деньги. Эти данные необходимо будет хранить в течение пяти лет после закрытия некоммерческой организации. Помимо этого, в поправках говорится о необходимости контроля за банковскими операциями граждан и юридических лиц, если средства на счет поступают из страны, внесенные в особый список Росинформмониторинга. Как отмечает объединение юристов Команда-29, о том, кто войдет в этот реестр, публично так и не объявят. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok